всем привет вы на канале лаборатория игровых технологий и сегодня я покажу вам как можно своими руками сделать интересную и увлекательную игру для детей что нам для этого понадобится нам понадобится с вами обычный лист бумаги можно ну такого размера примерно у меня это картон чтобы это было более плотная такая текстура а можно брать просто обычный лист бумаги он тоже подойдет желательно чтобы он был больше формата а4 чтобы ребенку было удобнее с ним работать нам понадобится любые карандаши или фломастеры что-то в общем чем можно изобразить цвет и нам понадобится любые геометрические фигуры ну то есть можно чтобы это было вот как у меня например если у вас вдруг дома есть такие фигуры будет замечательно такие блоки пластиковые но если вдруг таких блоков с изображением геометрических фигур у вас дома нет то не обязательно их приобретать можно также вырезать их из картона в чем заключается смысл и суть игры мы создаем игровую ситуацию в игре детям гораздо проще усваивать знания либо каким-то образом ими обмениваться с родителями поэтому мы придумываем изначально историю нашем случае это будет история просто страну геометрических фигур и про то как в страну геометрических фигур пришла песчаная буря и спрятала все геометрические фигуры в песок задача ребенка найти эти фигуры и разложить их на картинке которую мы изначально с вами подготовили и что же это за картинка мы берем различных форм и цветов фигуры обводим их фломастером либо цветным карандашом рисуем на них смешные мордочки чтобы ребенку было интереснее поскольку это у нас жители геометрической страны и расклад и просим ребенка найти в песчаной буре этих жителей и разложить их каждый на свои на свое место ну вот на данный момент например я вижу красный кружок я кладу его на его место он у нас один такого размера и такого цвета есть у нас еще например желтый кружок и этот кружок мы кладем на место маленького человечка если ребенок еще не знаком с геометрическими фигурами или цветами какую-то тему из этих которые мы затрагиваем в этом занятии он еще не изучил тогда мы используем эту игру для того чтобы познакомить детей с этой темы то есть все что происходит в игре вы озвучиваете сами то есть говорите смотри я нашел красный кружок и кладем его на место красного человечка если ребенок уже с хорошо освоил эти знания и вы хотите чтобы он закрепил в этой игре тогда вы предоставляете ему больше самостоятельности и свое участие минимизируйте вот такая интересная игра как можно ее упростить или усложнить например если ребенок еще не знаком например с цветами тогда мы делаем все фигурки одного цвета и тем самым мы изучим закрепим тему цвета например красного а мы делаем все геометрические фигуры красного цвета и тогда нам нужно будет только разложить по форме если же ребенок например не знаком с геометрическими фигурами и вы хотите чтобы он постепенно их изучил то можно сделать изобразить на рисунке только разноцветные круги и раскладывать по цвету как можно усложнить можно например вот этим вот человечком которые у нас здесь изображены у меня они все веселые у каждого из них мордочка улыбающийся если вы хотите добавить например тему эмоций ну например он знаком с геометрическими фигурами и хорошо знает цвета и вы видите что он быстро справился с заданием то изначально вы можете нарисовать фигуркам разные эмоции какая-то фигурка плачет какая-то улыбается какая-то грустит какая-то злится и изучить с помощью этого же пособия еще и тему эмоций а в дальнейшем закрепить это когда будете искать различных человечков например сказать найди красный злой круг и ребенок уже будет понимать что круг с таким изображением эмоции он испытывает эмоцию злость сегодня мы с вами разобрали как можно с помощью банальных каких-то вещей которые есть у каждого дома создать интересную необычную увлекательную игру для своего ребенка как можно ее модернизировать в зависимости от степени знаний вашего ребенка поэтому я желаю вам не бояться творчество не бояться себя проявлять привлекать старших детей к этому то есть вполне возможно что старший ребенок нарисует вам кружочки и треугольнички а младший будет в это играть поэтому подписывайтесь на наш канал ставьте лайки очень буду рада вашей обратной связи спасибо за внимание все и и Продолжение следует...